В России наступила весна и по календарю, и по градуснику. Солнце стремительно уничтожает остатки снега и слепит наши глаза. И в этом кроется опасность весеннего ультрафиолетового излучения. Конечно, природа предусмотрела защиту для человека. Это хрусталик глаза. Он-то и поглощает ультрафиолет. Но при очень ярком солнце одного хрусталика не хватает. И вот тогда на помощь приходят солнцезащитные очки. Какого цвета они должны быть и как правильно выбирать, расскажет врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Мария Зенина. Мария, доброе утро. Доброе утро. Мария, считается, что любые солнечные очки защищают от избыточного света. Разве не так? Вы знаете, на самом деле степень затемнения и защита от ультрафиолета – это не синонимы. Да, правда, что ли? Да, это на самом деле так. Бывает даже, что некачественные темные очки могут скорее навредить вашим глазам, чем им помочь. Потому что, когда мы надеваем темные очки, зрачок расширяется, естественно, в темноте. Соответственно, если очки некачественные и в них нет защиты от ультрафиолетового излучения, то в глаз попадает даже больше этих вредных ультрафиолетовых лучей. А какой фильтр должен быть? Должно быть написано на очках где-то, да? Вредные лучи, они находятся в промежутке от 290 до 380 нанометров. То есть это должно быть 380 как минимум, тогда они полностью отсекают все вредные лучи. Ну, 400 – это вообще идеально. Какие линзы лучше для солнцезащитных очков? Это стекло или вот популярный пластик в последнее время? Я вот лично предпочитаю стекло. Ну, знаете, несколько лет назад я бы тоже однозначно сказала, что стекло лучше. Ну, во-первых, стекло, в принципе, любое практически защищает от ультрафиолета. Стекло тяжелее, стеклянные стекла могут давить на переносицу, оставляя такой неэстетичный след у нас на лице. И при дорожно-транспортных происшествиях это может быть очень травмоопасно. Поэтому сейчас приоритет однозначно, он переходит в сторону уже пластиковых линз. А давайте обратим внимание на цвет линз. Какой предпочтительный? Вот где-то вообще переход от более темного к более светлому, как в этих очках. Вот хамелеончики такие вот. Хамелеончики. Какой самый комфортный для наших глаз? Тут все зависит от того, что вы хотите делать в этих очках, для чего вы их покупаете. Многие врачи считают, что самый лучший цвет – это серый и зеленый. Он наиболее благоприятно действует на глаза. Вот зелененькие, смотрите, какие красивые. Зеленые очки, они действительно очень комфортные. Во-первых, этот цвет серый и зеленый, этот цвет линзы, они дают более натуральную передачу цвета, более натуральное восприятие цвета. Как бы успокаивают глаза. И успокаивают глаза, совершенно верно. Смотрите, прям такие темно-темно-коричневые. Почему большинство коричневого цвета тогда? Это проще производство? Дело в том, что коричневые и желтые линзы, они дают большую четкость изображения, контрастность. То есть это выбирать между здоровьем глаз и картинкой? Контрастность. Ну, я не говорю, что это вредно. Они просто дают контрастное изображение. Это очень полезно, например, для водителей. Кстати, у военных очки, вот, они как раз содержат желтый спектр. И считается, что это влияет на психику, делает человека более смелым. Да. А вот такие зеркальные очки, они полезны для глаз? Да, зеркальные очки, они очень хороши тоже для водителей, потому что они работают как антиблик. Они отсекают блики. В зеркальных очках, кстати, с косметической точки зрения, мы вообще не щуримся. Исключается тема вот... Правда? То есть борьба с морщинками первым делом покупай себе зеркальные очки. Для того, чтобы не щуриться, нужно выбирать зеркальные очки, либо очки с поляризацией. Они отсекают яркие блики и не дают стимула к сощуриванию. Ну, мы плавно подошли к оправе. Вот на что обращать в оправе? Элементы, пластик, металл, какие-то дужки, может, особые, размеры и так далее? В первую очередь, они должны комфортно на вас сидеть. Первое, на что нужно обратить внимание, это чтобы дужки нигде не давили. Так. Потому что если дужки давят, то вы обеспечиваете себе просто головную боль... В прямом и переносном смысле, да? Да, на целый день. Кроме того, надев очки, нужно наклониться. Очки не должны... Давайте попробуем. Да, они не должны спадать. Если они съезжают, то это вы будете целый день их поправлять. А если они сдавливают? Если сдавливают, будет болеть голова целый день. Тоже плохо? Тоже плохо. Кроме того, знаете, девушки очень любят иногда носить очки, вот как ободок на голове. Наверх поднимаешь? Наверх поднимать. Это тоже неправильно. Мужчины, кстати, тоже... Они как бы расширяются, потом падают, да? Да, да. Потому что это не заполка. И тоже пережимают, да? Пережимают. Оправа расшатывается, у неё становится неправильная посадка, они начинают падать тоже с носа. Обязательно обращать внимание на носоупоры. Вот лучше, чтобы носоупоры были вот как в этих очках, вот такие пластиковые. Это обеспечивает... То есть не такие, да? Когда их нет, это не очень хорошо. Не очень хорошо. Ну, летом вы можете потеть. То есть не литые, а как бы отдельные лапки такие? Вот такие вот силиконовые носоупоры, они обеспечивают лучшую посадку. Ещё я хотела сказать вот о чём. Очки не должны быть поцарапаны. Это очень важно. Да, это на самом деле важно, потому что помимо того, что это некрасиво и неэстетично, но как раз через царапины в очках в глаза тоже могут проникать вредные ультрафиолетовые лучи. Ну что же, я поняла, главное. Очки должны быть прежде всего полезны для здоровья, а уж потом быть модным аксессуаром. Спасибо большое за интересный разговор и доброго вам дня. Спасибо. Берегите ваши глаза.